МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Готовлю питательный, полезный и очень ароматный морс. Морс из черной смородины, из свежей черной смородины. Мне понадобится смородина, сахар, тимьян, да-да, чуть-чуть тимьяна, и мед. На 300 граммов смородины я добавлю 100 граммов сахарного песка. Затем добавлю горячую воду. Воды добавляю я немного, для того, чтобы просто растопить сахар. Помещаю веточку тимьяна, чтобы мой сироп насытился ароматом свежего тимьяна. Затем смородину заранее, естественно, помытую я помещаю в блендер. Добавляю ложку меда, подготовленный сироп и оставшуюся холодную воду. Воду я использую, естественно, либо кипяченую, либо уже очищенную, которая продается в бутылках в магазине. Я добавил около 600-700 миллилитров воды. Итак, все готово. Я включаю блендер. Итак, морс готов. Какой аромат! Очень вкусный! Пить его можно уже сейчас, но если вы хотите его сохранить до холодной зимы, то его надо обязательно пастеризовать в банке. Сейчас я вам покажу, как это сделать. Сейчас я его процежу для того, чтобы затем поместить в банку для дальнейшей пастеризации. Большое количество находится здесь витаминов. Он разделится на две части. Одна будет полупрозрачная, ярко-красная, вторая часть будет пены. Ну и, естественно, после того, когда вы достанете эту заготовочку зимой, обязательно взболтайте банку. Какой аромат, друзья мои! Сделайте обязательно такой морс. Обязательно. Не забудьте добавить мед и тимьян. Теперь я банку закрываю. И если вы хотите уже его выпить сегодня, завтра или в течение трех дней, то необязательно его пастеризовать. А если вы хотите открыть его холодной зимой, то, естественно, надо сделать пастеризацию. Я использую аэрогриль. Для этого морса достаточно при температуре 120 градусов 20 минут. Помещаю в аэрогриль. И закрываю. Если у вас нет аэрогриля, можно воспользоваться обычной кастрюлей с водой, с кипящей водой. Поместить на дно кастрюли тряпочку под банку, чтобы она не лопнула. И кипятить буквально 10 минут. Этого будет достаточно. Прошло 20 минут. Морс готов. Банка очень горячая. Осторожно. Теперь я даю ему остыть. И затем убираю для дальнейшего хранения. Храниться он может либо в холодильнике, либо в обычном шкафу. Смотрите, если вы, когда откроете, он очень насыщенный, его можно спокойно разбавить кипяченой водой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова